Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на территории Верхней Волжи по-прежнему непростая. А потому средства массовой информации и специалисты медицинской сферы продолжают изо дня в день напоминать о необходимости соблюдения предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, сохранения социальной дистанции, ношения масок, обработки рук дезинфицирующими средствами, неукоснительным соблюдением общих норм санитарий, особенно в местах общего пользования. Впрочем, эти правила с легкостью нивелируются единичными отрицательными примерами. В некоторых тверских магазинах создаются все условия для дальнейшего распространения инфекции. Об одной из таких торговых точек в магазине «Светофор» в московском районе Твери наши редакции рассказали взволнованные граждане. А наш телеканал выехал на место и вот что увидел. Сетевой магазин «Светофор», располагающийся по адресу улицы Бригадная 1, хорошо знаком жителям микрорайона Брусилова. Впрочем, его известность никак не коррелируется с тем, что из себя представляет торговая точка внутри. В период распространения коронавирусной инфекции это место может представлять серьезную угрозу для его посетителей. На то есть целый ряд причин. Во-первых, сразу при входе на территорию магазина, а торговым залом это заваленное мусором и заставленное коробками помещение назвать сложно, в глаза бросается полная антисанитария. Рядом с продуктами стоят ведра с грязной водой, повсюду мешки с бытовыми отходами и тотальное несоблюдение противокоронавирусных мер. Маски далеко не на всех посетителях. В торговом зале нам не удалось найти санитайзеров, ни о каком соблюдении социальной дистанции говорить не приходится. На кассе люди стоят впритык друг к другу. Очень такое пространство узкое. Конечно, пошире было лучше. С телегой, потому что не проехали. Вот эти, да, они всегда проехали. Вот, видите, с телегой. И все это в тот момент, когда специалисты медицинской отрасли буквально бьют во все колокола, призывая граждан соблюдать предписанные правила. В частности, введенный постановлением губернатора Тверской области Игорем Рудений обязательный масочный режим на территории Верхнего Лжья. Ситуация действительно очень непростая. И каждый, наверное, это чувствует. Круг сужается. Не надо расценивать это, наверное, как насилие над собой. Мне очень хочется, чтобы вы поняли, что мы все живем вот в таком небольшом городе, в небольшой области, по сути своей. Мы все пересекаемся друг с другом. И не считайте, что вас заставляют это делать. Посчитайте себя частью системы. Впрочем, несоблюдение предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований – это далеко не единственная претензия к руководству магазина. Горожан, которые посетили этот магазин, возмутило тотальное игнорирование администрации торговой точки важнейших противопожарных требований. В зале теснота, проходы до потолка заставлены коробками. На стенах отсутствуют первичные средства пожаротушения, будь то огнетушители или емкости с песком. Пожарные извещатели вырваны с мясом, а указатели аварийного выхода не работают. Случись, не дай бог, в таком тесном помещении возгорания и жертв может оказаться так же много, как и в печально известном Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Плачевное состояние противопожарного оборудования сотрудники светофора объясняют недавними ремонтными работами. Вот буквально вчера ночью, видите, монтировался новый свет, вот это старые люстры, монтировался новый свет, еще не доделали, еще не убрали старые светильники, еще не до конца подключили, буквально вчера ночью. Тем не менее, проведение ремонтных работ, случись какой-либо инцидент в магазине, для следственных органов оправданием не станет. Магазин работает, посетители приходят и в обязанностях руководства обеспечить полную их безопасность. Все это наш телеканал увидел в ситуации, когда губернатор Тверской области Игорь Руденя буквально бьется за то, чтобы не закрывать предприятия малого и среднего бизнеса, рассчитывая на сознательность бизнеса и граждан. В частности, об этом глава региона разговаривал с президентом страны Владимиром Путиным. У нас люди очень сознательные, надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня, вообще говоря, по ограничениям, конечно, задача сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан. Поэтому очень большое подспорье – это ответственные компании, социально ответственные, ответственные коммерсанты. Но все мимо ушей. А Васька, как говорится, слушает ДЕС, а точнее набивает свои карманы, наплевав на санитарные и противопожарные нормы. Однако такой подход руководства Светофора не только наглядно демонстрирует его наплевательское отношение к покупателям, но и может создать проблему в том числе и для добросовестных предпринимателей – бросить тень на весь малый и средний бизнес Верхневолжья. За комментариями по поводу увиденного в Светофоре мы обратились к региональному директору торговой сети Илье Егину. Однако в разумительных ответов он дать не смог. Вы мне скажите, у вас посетители в магазине без масок. Вы как вообще работу ведете по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований? Я не в курсе, если вообще сижу в Ярославле, а люди работают в Твери. Соответственно, там есть руководитель. Обратитесь, пожалуйста, в магазин. Хорошо? Хорошо. А у вас есть какой-то контактный номер этого человека? Все материалы, собранные в ходе рейда в магазине «Светофор», наш телеканал намерен направить в контролирующие органы, дабы там была дана правовая оценка работе торговой точки. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам, какие меры будут предприняты в отношении горе-коммерсантов, управляющих магазином «Светофор». Продолжение следует...